Чтобы вы поняли то, что называется, силу этой теории, мы с вами выведем формулу для В. Столбец для В нужно заполнить. И помните, как был столбец в случае плоскости? Числа 0, 2, 3. У точки это был 0, у адреса в двойках, у треугольника в тройках. Когда у вас зависит от пространства, то понятно, что здесь будет число. А вот теперь вопрос. Числа, которые будут в этих клетках, это будут те же самые числа 0, 2, 3 или нет? На самом деле нет. Потому что, чтобы это неоткуда мысли, это граница, количество граничных точек, оно абсолютно не особо связано. Поэтому нет, чисто мы тут. И вот интересно, справились ли мы сейчас с вами с вычислением, например, функции B от треугольника? Можем мы с вами посчитать функцию B от отрезков? У меня точно. Как считаете? Взять два тетраэдра? Взять два тетраэдра. Это для треугольника? Да. И приложить их так, чтобы пересечение было треугольника? Ну да. Отлично. Давайте я это сделаю, и это нам вот эту вот клеточку позволим заполнить. Давайте я прямо здесь рисую. Итак, мы берем один тетраэдр и снизу пристраиваем к нему другой. Такое дело, да? Замечательно. Тогда что будет? Возникает многогранник, у которого 5 точек на границе. Эти 5 точек на границе должны вычисляться по формуле включения и исключения. Что это значит? Это значит 4 плюс 4 минус 4. Так, что надо вычислить из суммы 4 или 4, и что получилось 5? 3. В этом месте я пишу 3. Заметьте, ребята, осталось заполнить всего лишь 2 клеточки. Ну, можно взять для отрезка 3 тетраэдра. Что? Для отрезка можно взять 3 тетраэдра. Для того, чтобы получить отрезок, можно взять 3 тетраэдра. Я боюсь, что мы там запутаемся в этой форме включения. Тогда 4. На самом деле, у меня предложение более простое. Ребята, давайте мы сначала посчитаем нашу функцию от такой фигуры, которая является объединением двух треугольников. Представили себе такую штуку? Если мы посчитаем, то дальше уже будет треугольник, плюс треугольник минус 5. Отлично. А как считать это такое штуку? Очень легко. Для этого берете вот эту точку, и здесь-то вверх отрезок для гигидации, и туда отрезок для гигидации. Замечательно. Пошли считать. Так, берем такой многогранник, у которого вершины, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вершин. У которого, они все належат на границе, поэтому все, замечательно. У него шесть вершин. И это будет на самом деле объединение двух многогранников. Один как бы сверху, другой снизу. Того, который сверху, у него пять решений, у другого тоже пять. Что надо вычитать? Вычитать надо четыре. Таким образом, B, а вот такой фоский фигураль, она равна четыре. Отлично. А теперь как получить для отрезка? А надо написать, что четыре получается, как в принципе B треугольника, то есть три плюс три и минус, что надо вычесть, чтобы три плюс три превратилось в четыре? Два. Два. Ура. Здесь получилось число два. Теперь нужно найти нашу функцию от точки. Один. Нет, но сначала надо дойти от двух отрезков. Вот. К сожалению, для того, чтобы найти ее от точки, ее надо найти от отрезка длины два. Так, давайте смотреть, что надо, какое изменение надо в эту конструкцию внести, чтобы у нас получился отрезок длины два. Ну, самое простое, это вот такой, да? Согласны? То есть взять этот треугольник со стороной два один, прямой, со стороной два один, и так и приложить. Я говорю, вверх, вверх. Только на этот раз все будет немножко хитрее, потому что вот эта точка, она уже окажется внутри. Итак, есть одна точка здесь, одна точка под доской, и еще раз, два, три, четыре точки. Это будет всего сколько? Раз точка, два точка, три точки, четыре точки, пять точек. И там можно сказать, что это будет шесть. Когда мы отрезаем нижнюю половину, точка вот эта пришла на грамм, поэтому все равно будет шесть. Поэтому будет шесть плюс шесть и минус что? Шесть. И минус шесть. Отлично. Значит, вот от такого хитрого треугольника функция равна шести. Замечательно. Замечательно. Вот она равна шести. И теперь смотрите, как она получается. Она получается как в функции от вот этого. Раз, два, три, четыре. Это четыре. Плюс четыре минус что? Минус два. Значит, функция от такого отрезка равна двум. Ура. Функция от такого отрезка равна двум. И теперь, как она получается? Она получается как функция от этого отрезка, плюс функция от этого отрезка, минус что? То есть два это, мы уже считаем от этого, два плюс два и минус два. Ребят, еще два. Извините, что я, может быть, считал в лучшем способе. Четыре б минус шесть. Четыре б минус шесть. Вот здесь у меня выписана величина б. Четыре б минус шесть, согласитесь, выписут ли в два. Это будет два два, шесть, и здесь десять. После этого вы проверяете. А вот этот столбец совпадает с функцией B для угольного? Или не совпадает? Ну как, точку двой ничего не изменится, все хорошо. Отрезок, мы договорились, что от любого отрезка это два. Ну, действительно, все так. А для треугольника, вы помните, там была у нас формула, что количество точек на границе плюс удвоенное количество точек внутри. Вот. Ну и для дедра, и даже с тем более. Господа, заметьте, это способ доказательства довольно симпатичный и манежный.